Добрый день, уважаемые слушатели YouTube-канала Московского Педагогического Государственного Университета. Мы продолжаем записывать цикл передач, приуроченных к 150-летнему юбилею ведущего Педагогического Университета страны. И сегодня к нам в студию пришел известный ученый, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии и образования Людмила Степановна Подымова. Добрый день, Людмила Степановна. Добрый день. Мы хотим сегодня поговорить, поскольку мы педагогический вуз все-таки, и войдем в историю, да уже, я думаю, вошли в историю российского образования, именно как лидер этой системы, причем не имеющий, в общем-то, аналогов в мире. Система педагогического образования непрерывного, она существует только в нашей стране. И поэтому вот о педагогике вообще и о выдающихся ученых, которые стояли у истока в становлении отечественной педагогической мысли, и которые внесли вклад значительный в развитие нашего университета, формирование его научных школ, мы хотели бы сегодня поговорить, и таким, безусловно, самым известным, выдающимся, ярким ученым является Виталий Александрович Сластюнин, который, насколько я понимаю, вообще стоит у истоков нашего факультета психолого-педагогического. Да, именно так. Виталий Александрович Сластюнин. Выдающийся педагог, действительный член Российской Академии образования, заслуженный деятель науки России, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования. Более 30 лет своей жизни и деятельности посвятил родному вузу МГПИ имени Ленина. Автор более 500 научных трудов, двух десятков учебников и учебных пособий по педагогике и психологии. Его книги изданы на 20 языках народов мира. Я просто имел счастье быть знаком с Виталием Александровичем. Я хочу сказать, что однажды в начале 2000-х годов я присутствовал на Всероссийском совещании заведующих кафедрами педагогики. Она проходила в Волгограде. Это со всей страны, со всех вузов, причем не только педагогических, но и классических. Скажем, в МГУ есть профильные педагогические кафедры. Соезжались заведующие кафедрами, выдающиеся ученые, академики РАО в том числе. И меня поразило, что подавляющее большинство из них ехало исключительно на академика Сластенина. И то отношение, которое к нему они проявляли, как они слушали, ловили каждое его слово, пытались пообщаться, говорило о буквально всероссийском признании известности этого выдающегося ученого. И поэтому, конечно же, хотелось бы с вами начать разговор об этом ученом. И вот первый вопрос, соответственно, как все начиналось? Как он оказался в Москве, в МГУ? Насколько я помню, он все-таки как-то сибирские какие-то корни начинал оттуда. Да, он родился в Горноалтайске, и там же он закончил педагогическое училище. И в 1948 году он как раз поступил на педагогический факультет нашего университета. В 1952 году он его закончил. И вот те годы учебы в университете оказали решающее значение для его научного, педагогического творчества, на создание научной школы, потому что именно в эти годы зародилась сама идея заниматься наукой и развивать педагогику как науку. Понятно, что у нас уже была традиция именно подготовки педагогов в эти годы, и можно сказать, что складывались определенные научные направления. В частности, мы знаем, что у истоков образования Российской Академии Образования, я напомню нашим слушателям, она была создана во время Великой Отечественной войны в 1943 году по инициативе ведущих ученых, в том числе нашего университета и, в частности, Константина Николаевича Корнилова. Скажите, был ли знаком Виталий Александрович с Корниловым? Кто вообще его были учителям, а кто сформировал его такой интерес к науке? Да, конечно, это послевоенное время, 1948-1952 год, это время, когда в нашем университете работали выдающиеся педагоги Константин Николаевич Корнилов, Иван Фомич Сватковский, и Рубинштейн, и, конечно, Николай Дмитриевич Левитов. То есть целая плеяда выдающихся педагогов, которые сложили вот такое особое мировоззрение Виталия Александровича. И, более того, вот он начал-то заниматься как студент в научном кружке как раз Корнилова. Он с восторгом всегда отзывался о его лекциях, о его манере чтения лекций. Он всегда делился своими такими впечатлениями о том, что Корнилову дарили корзины цветов студенты за увлеченность психологией. И, конечно же, он пришел в его научный кружок, и первая его научная работа как раз была связана с этнопсихологией, потому что Корнилов руководил этой работой, и он, в общем-то, написал такую интересную работу по национальному характеру алтайцев, поскольку сам он с Алтая всегда с большой любовью отзывался о своих родных краях. И, конечно, эта работа была началом, и она получила признание среди и студентов, и педагогической общественности. Корнилов выдвинул ее на конкурс, она заняла там первое место, и так, собственно, началась его научная деятельность с Корнилова. Дальше как складывается его творческий и такой карьерный рост? После окончания вуз он в Москве не остается? Нет, его направляют в Тюменский университет, он там 13 лет работает, и он делает там огромную карьеру, он стал проректором этого университета. И потом, после работы в Тюменском университете, он переезжает в Москву, его забирают в Министерство просвещения и так далее еще. И вот он начинает работать со многими вузами. Собственно, вы говорили, что его знает практически каждый педагог в стране, потому что он встречался со многими руководителями педагогических вузов, со многими педагогами. И поэтому в это время, собственно, и начинается вот его такая научно-исследовательская деятельность. То есть сочетание такой управленческой деятельности и научно-исследовательской. А когда состоялась его защита кандидатской диссертации докторской, это шло параллельно или после, если он был проектором? Нет, он уже ушел, уехал из Тюменского университета, он уже работал в министерстве. И вот это позволило ему провести уникальное совершенно исследование, профессиографическое исследование на очень большой выборке. 20 тысяч испытуемых. И, конечно, вот, ну, я думаю, что редко у нас встречаются в педагогике такие масштабные исследования. Это кандидатская? Это уже докторская диссертация. Кандидатская была защищена сразу. Его здесь приглашали в аспирантуру и по психологии, и по педагогике. Но он выбрал все-таки педагогику под руководством Ивана Фомича Сватковского. Он защитил диссертацию. Я уже говорила о том, что он очень любил Россию, любил вот эту тему национального характера, патриотизма. И он свою кандидатскую диссертацию как раз посвятил развитию таких нравственных, патриотических чувств молодежи. А вот уже интерес к учителю, к исследованию учителя пришел вот во время работы и в Тюмени, и уже в Министерстве просвещения Российской Федерации. Поэтому вот это исследование, профессиографическое исследование, оно, конечно, имело огромное значение. Обобщение опыта многих педагогических вузов, структурирование. И в итоге он в 1976 году написал вот эту монографию по своему исследованию. И, конечно, уже в начале 1977 года он защищает докторскую диссертацию у нас в Совете. Гомпагом. Это совет в главном корпусе, который, по-моему, Пескунов возглавлял тогда еще. Еще один академик. Да, еще один академик. И там огромная аудитория вообще собралась на защиту этой диссертации, потому что была представлена оригинальная модель. Вот эта профессиограмма учителя, которая сегодня, собственно, является уникальной, ею пользуется для описания профессиональных действий учителя, личности учителя. И вот эта четырехкомпонентная модель, которую он защищал, она до сих пор востребована. И, собственно, ею пользовались все педагогические вузы, которые выпускали учителя, диагностировали его профессиональную пригодность. Она была универсальна. Ну, вспомнил очень интересный вот аспект. Затронули сейчас с докторским исследованием Виталия Александровича. Здесь я не профессионал и не специалист, но мне кажется, что, насколько я думаю, он опередил свое время, потому что вот этот, по сути дела, профессиональный портрет учителя, то есть необходимые компоненты, которые необходимо формировать в процессе подготовки именно учительских кадров, они, в общем-то, могут и сегодня быть востребованы, когда мы перешли на компетентностную модель образования, когда мы пытаемся, ну или так или иначе, формируем перечень компетенций, которые мы формируем у выпускников педагогических вузов, то, видимо, в какой-то степени, а может быть и значительной степени, можем опираться и на вот те работы 70-х годов Виталия Александровича. Да, конечно. Дело в том, что вот тот профессиональный стандарт, который принят у нас сегодня, мне кажется, он немножко ограничивает описание тех профессиональных свойств учителя. То есть он даже уже? Даже он сузил, и я бы сказала, что там все свелось к описанию профессиональных действий. А Виталий Александрович, он говорил о том, что в первую очередь должно быть описание личности учителя. Почему его концепция, собственно, называется личностно-профессиональное развитие? Потому что во главу он ставил все-таки направленность личности самого педагога. Вот первый блок его, профессиограмма, это ведь направленность, описание личностных качеств. И он так и говорил, что в первую очередь мы должны диагностировать мотивацию к учительской профессии. Почему он выступал против ЕГЭ? Потому что когда мы принимаем наших студентов в педагогические вузы, не понимая вообще, склонны ли они к педагогической профессии, это вызывало у него вообще вот бурный протест. Он говорит, мы не понимаем вообще. Он хороший физик, он хороший биолог, но он не любит детей. У него нет, вот как он говорил, гражданской направленности, вот этой социальной активности, которую он очень ценил в учителе. Потому что учитель, да, вот сейчас же говорят о том, что педагог – это не только школьный учитель. Что у нас сегодня вот это направление педагогизации среды, оно очень востребовано. И Сластенин говорил, что в первую очередь личностные качества определяют профессию учителя. И в профессиограмме он заложил эти качества. И когда он открыл вот этот стандарт, он еще тогда в проекте был, профессиональный стандарт, он сказал, что это выхолощена основная идея личности учителя. Да, он может быть прекрасным предметником, но не умеет ни преподавать свой предмет, не любить детей, не умеет общаться с родителями и педагогами. И вот это все не позволит ему задержаться в школе. Ну так он говорит. Я хотел бы пояснить для наших слушателей далеких от проблем педагогического образования вот то, о чем Людмила Степановна сказала. Дело в том, что при подготовке учителя, при определении этой квалификации, мы всегда исходили из того, что учитель – это двойная квалификация. Двойная. С одной стороны, это предмет, который он преподает, и значит, он должен знать хорошо предмет, то есть физику, математику и так далее. А с другой стороны, помимо того, что он знает предмет, это еще и педагог, да, который реализует образовательную программу, включая и обучение, и воспитание. Это двойная сложная квалификация. И всегда существовала дискуссия, она, кстати, в 90-х, она и по сей день продолжается, вот что здесь важнее. Или можно ли вот обойтись, скажем, у нас были подходы на государственном уровне, когда говорили, что достаточно любой специалист, любой там математик, физик или, я не знаю, чистый филолог может прийти в школу к детям и реализовывать. На государственном уровне подобные вещи заявлялись. Но мы-то как раз, вот наша отечественная традиция, когда мы, в принципе, говорим о том, что подготовка учителя — это отдельная образовательная траектория, в том числе высшего профессионального образования. Я напомню, что, скажем, не везде, далеко не везде, по-моему, практически нигде нет именно высшего педагогического образования. А тогда кто реализует образовательные программы? Да, вот отсюда вот эта вот дилемма. И, соответственно, вот принципиальная позиция, традиция нашей отечественной педагогической мысли и позиция, на которой всегда стоял и отстаивал Московский педагогический государственный университет, как раз и стоит вот в том, о чем Людмила Степановна сказала, о том, что необходимо в равной степени развивать как предметную, так и педагогическую составляющую, которая отвечает за квалификацию «учитель». А предмет — это уже, так сказать, определенная, ну, или параллельная, или надстройка. Людмила Степановна, а вот как начинался тогда путь его уже в нашем университете? Он же является создателем, по сути дела, и факультета, и кафедры, и целого научного направления. Это сотни, наверное, учеников подготовленных потом, да, и доктора, и кандидаты наук, и так далее. Я уже сказала, что в 1977 году Италий Александрович защитил в нашем университете, ну, тогда еще, в Московском государственном педагогическом институте имени Ленина, свою докторскую диссертацию по подготовке учителя. Она так и называлась, «Теория и практика подготовки учителя». И в 1977 году, весной, он переходит работать уже в наш институт тогда. И сначала на кафедру педагогики начального обучения, и в 1980 году создает школу свою научную и создает кафедру, которая называлась «Педагогики психологии высшей школы». Вот с 1980 года начинается особый этап развития научной школы Виталия Александровича, когда исследование личности учителя выходит на первый план, и начинается разработка целой исследовательской программы «Учитель». Он создает в 1980 году кафедру, затем, чуть позже, создает факультет педагогики психологии, лабораторию по исследованию учителя. На первый план выходит специфика именно изучения педагогического образования, создает особый универсальный учебный план по подготовке педагогов-психологов. И, конечно, когда я смотрела этот учебный план, я посмотрела его фундаментальность и универсальность. Вот Виталий Александрович всегда стоял за то, чтобы учитель обладал фундаментальными знаниями и культурологическими знаниями, и психолого-педагогическими, и предметными знаниями. И вот эта фундаментальность чувствовалась во всем. Почему потом выпускники этого факультета могли работать и в научно-исследовательских институтах, и в педагогических вузах, и в педагогических училищах того времени, ну, а потом колледжах? Ну, практически многие из них, я не знаю, процент я не считала, сразу же поступали в аспирантуру, потому что вот этот фундаментализм, он был в основе, он ценился, он был востребован. То есть это не поверхностное знание основ педагогики и психологии, а именно глубинное знание. Потом еще что мне нравилось, то, что Виталий Александрович создал вот НИРС на факультете, называлась она «Научно-исследовательская работа» под руководством каких-либо крупных ученых. И вокруг крупного ученого работала у нас и Абульханова-Славская, и Брушлинский в этот период на факультете, и другие ученые. Создавался такой научный кружок, научная лаборатория с первого курса, обратите внимание. Поэтому здесь шли вот такие дискуссии, обсуждения, старшекурсники курировали первокурсников. И все это, знаете, такой котел научно-исследовательский, в котором отрабатывалось все. И первые навыки методологии, и первые навыки написания статьи. То есть факультет стал таким, ну, может быть, такой основой для развития педагогики и психологии. В это время приходит Анатолий Викторович Мудрик и разрабатывает научные направления по социальной педагогике. Целое направление, целая науку. И Виталий Александрович всячески старался, чтобы это направление внедрилось в учебные планы всех педагогических вузов. Почему в этот период создается учебно-методическое объединение? Вот вы говорили о том, что в Волгограде было совещание всех заведующих педагогическими кафедрами, потому что было учебно-методическое объединение у нас в университете, которое возглавлял Виталий Александрович. И, конечно, я вот перечислю, там была общая педагогика, социальная педагогика, педагогическая психология, социальная психология. Все учебные пособия, все рекомендации шли через УМО. Они проходили вот такую экспертизу очень солидную. Любила Степановна, еще такой вопрос. Конечно, понятно, что фигура Виталия Александровича, она очень многогранна. О его вкладе в развитие науки и практики отечественного образования сложно охватить в рамках ограниченного времени нашей передачи. И поэтому я, наверное, задам вам такой вопрос. А вот если все-таки оценивать в целом научное наследие Виталия Александровича, вот какая основная, что ли, его основной вклад в развитие педагогики, как науки вообще, и, может быть, даже в мировую науку? Поскольку я знаю, все-таки Виталий Александрович – это ученый с мировым, и с международным признанием. Да, это так. Но вот если говорить о вкладе, я бы сказала, что созданная им концепция личностно-профессионального развития учителя – это основа основ. Вокруг этой концепции разворачивается целый ряд таких очень перспективных направлений. Почему сегодня? Индекс Хирша, цитирование Виталия Александровича, держит первые позиции. Индекс Хирша – 53 только в этом году. Прошу прощения, я просто поясню нашим слушателям, которые далекие могут от вот таких чисто наукометрических проблем. Индекс Хирша – это такая сравнительно новая система оценивания эффективности научной деятельности ученого. Я сейчас не буду… Это математическая формула, по которой рассчитывается индекс цитируемости ученого. То есть, чем больше он цитируется, чем большее количество работ с большим количеством цитирования в научной литературе, тем выше вот этот индекс, названный по имени ученого, американского исследователя, который вот как раз ввел эту формулу. То есть, индекс Хирша – это международная система признания авторитета, вклада ученого в мировую науку. Индекс Хирша – 53 для гуманитарной отрасли. Это запредельный. То есть, я не знаю. Я могу сказать, что у Эйнштейна индекс Хирша гораздо ниже. Ну, я не могу оценивать значение индекса Хирша, но, тем не менее, я могу сказать, что действительно цитируемость работы Виталия Александровича очень большая. Вот 20 учебников, которые созданы под его руководством, они ведь переведены на многие языки мира. Вот приезжают к нам китайцы в университет, там, преподаватели, студенты. Они рассказывают, что они учились по учебнику Сластёнина. Там испанцы приезжают, они тоже знают учебник Виталия Александровича Сластёнина. То есть, мировое признание получила как сама концепция личностно-профессионального развития, так и ряд научных направлений, связанных с методологией, с педагогическим образованием. Ну, в частности, вот цитируемость монографии нашей совместной по инновационной деятельности, она тоже очень высокая. То есть, когда я писала работу под руководством Виталия Александровича по психологии, педагогике, инновационной деятельности учителя, ведь именно он поддержал тогда слово-то, инновационная деятельность еще как-то резало слух, и он говорит, может быть, будут бурные споры вокруг самого понятия. Но он сказал, не бойся, это перспективное направление, и ты с этим пойдешь дальше. И вот эта вера в то, что именно это направление будет востребовано, позволила, собственно, и мне тоже разрабатывать это направление. И, конечно, вот методология исследования, методы исследования. Он же создал потом журнал при Российской Академии образования, который и публиковал статьи по методологии педагогического исследования. Далее, вот эта линия гуманитаризации и гуманизации образования, особенно вот она была актуальна в 90-е и нулевые годы, она тоже нашла свое применение вот в исследованиях как учеников Виталия Александровича, там, Евгения Николаевича Шиянова, Ли Федоровича Исаева, Натальи Ивановны Гьюновой, так и, собственно, в его фундаментальных работах. Вот когда я смотрю все время вот эту книгу «Сластенин», которая вышла к юбилею, когда ему было 70 лет, собственно, здесь обозначены все основные направления его исследований, и они, конечно, переведены на многие языки мира. Спасибо, Людмила Степановна. Я бы хотел здесь особо подчеркнуть для наших слушателей, что проблема методологии в гуманитарном научном знании, к сожалению, в последние 30 лет, я бы сказал бы, вот от истории отечественной науки, образования, она не очень, скажем так, развита по понятным причинам, потому что в долгие годы у нас была единственная верная идеология в рамках ортодоксального, я бы сказал бы, марксизма, она развивалась. А в начале 90-х годов, когда мы от нее отказались, то этот уровень гнациологических основ науки, а он фундаментальный, то есть, грубо говоря, он определяет характер исследования и наши выводы, потому что в зависимости от того, какие методологические подходы мы применяем к одному и тому же объекту исследования, мы получаем принципиально разные выводы. Вот для того, что базовые понятия, что такое факт, что такое явление и так далее, с позиций разных методологических школ получают принципиально диаметрально противоположное значение до неузнаваемости. И поскольку в 90-е годы, вот отказавшись от того багажа, мы нового-то ничего не изобрели, то, собственно говоря, мы в лучшем случае пытались заимствовать те методологические направления, которые развивали в странах Западной Европы и отражали логику развития и их, я бы сказал бы, общества, и их гуманитарного научного знания. В этом смысле мы всегда как бы плелись в хвосте. Мы были вторичны, потому что мы в лучшем случае могли только это освоить и мало что сказать своего. И в этом смысле, вот возьмите учебники, в том числе для высшей школы, которые по гуманитарным дисциплинам и предметам, учебник должен начинаться с чего? С определения методологических основ науки. Вы практически не найдете ни в одном учебнике разделов, посвященных методологии, ну, единицы буквально вот в эти годы. И то, что Виталий Александрович ставит этот вопрос, а именно о методологии, создает журнал, научное направление, это уже говорит об высочайшем уровне профессионализма и об уровне фундаментальности традиций отечественной педагогики, вот, сохраняющейся в нашей стране, в том числе благодаря тому, что школа Виталия Александровича продолжает развиваться. Любимый Степан, у меня еще такой частный вопрос. Я не педагог, я историк. Но я знаком был с Виталием Александровичем, и он был человек разносторонний, он увлекался историей, я помню, какие дискуссии он со мной, так сказать, ввел на исторические темы. И в ответ я у него спросил однажды, говорю, Виталий Александрович, вот я слышал много о вашем вот этом подходе, личностно ориентированная педагогика. Я тоже преподаю. Скажите, вот, я не могу освоить на должном уровне ваши труды, но вот что это такое, как я это могу использовать? И он мне, я помню, сказал тогда очень просто, вот ты преподаешь. Я говорю, да, я преподаю. Значит, ты должен всегда помнить о том, что ты преподаешь у будущих учителей. И, соответственно, они на твоих занятиях, вот то, как ты организуешь, они учатся даже субъективно, то есть даже если ты такой задачи сам перед собой не ставишь, но они оценивают те приемы методические, те методики, которые ты применяешь, и, соответственно, тем самым они могут это потом использовать в своей дальнейшей профессии. Так ли это? Действительно ли это? Да, это так. И он очень много по этому поводу и писал, и говорил. Вот я уже подчеркивала, что он ценил именно личностные качества педагога. И он говорил, вот эта убежденность педагога, его нравственное влияние, оно огромное. Он говорит, вот представь, мы даем педагогическую задачу. Собственно, это можно с ней познакомиться везде, и в книге, и в интернете. Но когда педагог начинает анализировать эту педагогическую задачу, он действительно своим опытом, своим мировоззрением, своим отношением к этой педагогической задаче, ну, там, к поступку ребенка обычно. В педагогике ведь целая книга есть под его редакцией «Педагогические задачи», где он собирал вот этот практический опыт. Это все влияет на личность будущего учителя. И от того, как вы к этому относитесь, какие варианты развития этой педагогической ситуации вы сейчас покажете вместе со студентами, вот, и такого учителя вы и будете взращивать. Ведь, смотрите, целое направление где-то в середине нулевых годов, это где-то 2005 год, появляется субъектная педагогика как особое направление. И вот здесь он как раз разрабатывает теорию субъекта, теорию активности субъекта, появляется вот это понятие социальная активность, и целый ряд методологических позиций, как ставить студента в позицию субъекта. Тогда еще и активные методы стали активно обсуждаться. И вот эта субъектная педагогика сейчас особенно востребована в нашей современной педагогике. А что такое можно пояснить более подробно? Ну, это вот когда сам студент становится активным в процессе учебных занятий. То есть не когда педагог транслирует это знание, а когда студент вместе с преподавателем открывает это знание. Ну, вот Виталий Александрович говорил, что сам акт открытия – это уже очень важно, потому что, да, он может прочитать эту информацию, но личность учителя заменить невозможно. И он прямо прописывает вот эти качества педагога, которые особенно важны для студента. Студент действительно усваивает образец, он всегда говорил, образец человека творящего, потому что преподаватель творит вместе со студентом. И вот эта субъектность выражается в особых отношениях, наверное, на занятиях. Да, правильно он говорил, что педагогика вот в своем понятийном аппарате, она нелегка. То есть когда студенты начинают там разбирать понятия, что такое обучение, что такое воспитание, и некое отторжение идет, потому что сухо написано, и как-то вот необразно. Но когда начинается общение преподавателя со студентом по поводу этих понятий, трансляции этих понятий, вот здесь начинается живая педагогика. И он всегда говорил, педагогик — это живая наука. Но в учебниках он всегда все-таки старался излагать научные знания. Да, да, академические. Поэтому вот я и задал такой вопрос, воспользовавшись, собственно говоря, вот этими обстоятельствами личного характера. Людмила Степановна, Виталий Александрович был человеком очень разносторонним, это всем известно. Но я хотел вас спросить еще об одном его таланте, его способностях. Виталий Александрович писал замечательные стихи. Вот Виталий Александрович как поэт. Что он значит для вас лично, и может быть для традиций факультета, кафедры, на которой вы работаете? Ну вот я хочу отметить, что вся биография Виталия Александровича, она вплетена в какую-то событийность, встречи с какими-то людьми, знаковыми для него. Уже перед самой смертью мы, когда шли по главному корпусу с ним, и он с такой любовью говорил о тех аудиториях, где он учился. И вот мы спускаемся на первый этаж, и он говорит, вот знаешь, вот здесь была редакция нашего Ленинца. Собственно, первые свои статьи, стихи, он как раз в Ленинце публиковал. И, конечно, все они навеяны вот такой личностной пристрастностью к жизни, к отношениям к людям. Ну, может быть, наверное, он начал стихи писать и раньше, еще когда жил в Горноалтайске. Почему? Потому что у него был такой великий педагог, который во время войны чудом оказался в Горноалтайском педагогическом училище, Сорок Арасинский. И он его учил, учил русскому языку. Но, как говорил Виталий Александрович, он учил не только русскому языку. Он был энциклопедист. И вот он стимулировал вот это творчество, поэтическое творчество. Поэтому, когда он сюда поступил, в наш университет, появились его первые стихи, воспоминания о войне, о том нелегком труде, который... Ну, все же дети работали, он относил себя к детям войны. Работали в колхозе, зарабатывали эти трудодни, помогали семье. Он был старший в семье, там трое детей. И, конечно, потом, когда мы уже начали читать его стихи, вот этот журналистский талант, он выразился и в образности его мышления. То есть он, когда приходит к какой-то идее, он говорит так, а какую метафору бы ты придумала к этому слову? Вот эта метафоричность мышления, она все время сказывалась. И вообще любовь к жизни, ко всяким таким бурным событиям. Ну и, конечно, вот эта нравственная основа. Он всегда говорил о том, что в своих стихах... Ну, вот, например, такая фраза, да, почему же так натужно? За тебя болит душа. То есть отношение к людям в этих стихах было невероятным. Мы все чувствовали его любовь, заботу. Вот при внешней строгости такой он никогда нас не бросал. Он сопровождал нас, наши семьи, наших мужей, наших детей. То есть это был член семьи. И, конечно, в стихах очень чувствуется вот эта любовь вообще к жизни, к труду, к нам. И, конечно, вот эти глаза, смеющиеся глаза, когда он рассказывал какой-нибудь анекдот по случаю нашей неудачной дебюта в научном обществе. Или там просто шутил. Конечно, это согревало нас. Поэтому мы с любовью всегда читали его стихи. Спасибо, Львила Степановна. Ну и тогда, естественно, последний вопрос, связанный с Святой Александровичем. Вы сами уже вот к этой теме перешли. Вот мы с вами проговорили о нем как об ученом, как организаторе науки. Но все мы имели счастье еще личного общения с ним как с человеком. Я не имею, конечно, такого богатого опыта общения с ним. Но меня, например, если бы меня спросили, какое главное качество, Виталий Александрович, как человека в первую очередь, я бы сказал бы, наверное, простота. Простота вот не в том смысле простота хуже воровства, а в смысле отсутствия... Все-таки он всемирно известный ученый, академик. В каком-то смысле вот для аспирантов... Я еще познакомился с ним, будучи аспирантом. Это, в общем-то, небожитель такой на небоскроне. А у него была вот эта простота, как отсутствие претензии на элитарность. На вот этот такой взгляд свысока. И очень такое действительно доброжелательное и простое. То есть вот без попытки представить себя как-то лучше, значительнее, чем вот без этих вот аксессуаров, сопровождающих вот статусность человека. Вот могли бы вы рассказать несколько слов о нем как о простом человеке? Каким он был? Какими личными качествами? Вы уже начали этот разговор. Чем он запомнился именно, остался в памяти? Я тоже согласна с вами, что простота, конечно, во всем была. Потом как-то он мне сказал, сделал даже замечание. Вот ты не суетись. Вот отсутствие действительно такой парадности, отсутствие желания показать, чем ты вообще, кто ты есть на самом деле. Такого не было у Виталия Александровича. Ну, у нас было много всяких встреч и личных, и таких официальных встреч. И даже вот такая забота, да, вот человек всегда заботится о других. Ну, казалось бы, ну, защитил диссертацию, до свидания. Нет. Это, а что у тебя там дома? А как ты живешь? А как там твои дети? А чем тебе помочь? То есть, вот эта забота о тех, кого ты приручил, как у Экзипери. И действительно, мы чувствовали эту заботу. Там вот поехал он в Белгород, к Илье Федоровичу Исаеву, на новоселье. Да, вот живет ученый в общежитии. Долго живет, 10 лет живет. Звонит ректору, ну что же у вас доктор наук живет в общежитии. Ты смотришь, через год он получает квартиру. Мы все едем в Белгород на новоселье. Виталий Александрович, не считаясь со своим, да, вот, свобод... Казалось бы, ну где свободное время найти? Он занят, он академик, он руководитель УМО и так далее. Нет. Он к этому своему ученику, любимому, едет на новоселье. Ну, также и к нам он приезжал, и очень много теплых слов можно услышать от каждого, наверное, его ученика. И вот когда мы собирались, например, оформлять документы на премию правительства Российской Федерации, в 99-м году мы получили эту премию, вот, наш авторский коллектив, который создал целую серию учебников для студентов педагогических вузов. И вот мы сидим, все там доктора наук, Евгений Николаевич Шиянов, Илья Федорович Исаев, что-то там, собираем какие-то свои учебники, описываем наши программы. Он приходит, расскажет какую-то веселую историю. Потом говорит, а вы вообще ели? Пойдемте-ка пообедаем. И вот в этой действительно простоте и мудрости, и заботе о каждом из нас чувствовалась, ну, вот эта многоликость и целостность Виталия Александровича. Он очень трепетно относился к своим землякам. Я помню, что у него вот в приемной собирались все алтайцы. Он очень любил Шукшина. Он лично с ним встречался. Приходишь, он говорит, ты читала такой рассказ Шукшина? Вот берет с полки Шукшина, так, вот тебе свежее. И вот в этом, знаете, у него не было такого позерства, что ли. Он ни перед кем не присмыкался. Никогда. Он высказывал свое мнение, даже если оно противоречило вот там общепринятому мнению. Вот такая целостность характера, мне кажется, определяла Виталия Александровича. Спасибо, Людмила Степановна, за такой содержательный рассказ. Я надеюсь, что нам в первом хотя бы приближении удалось какие-то хотя бы основные черты этого выдающегося ученого, выдающегося во всех смыслах человека набросать. И надеюсь, что, может быть, мы еще с вами продолжим и, может быть, пригласим в эту студию еще других учеников Виталия Александровича. Я хотела бы еще сказать о том, что вот идеи Виталия Александровича очень востребованы, после его смерти мы создали такой проект и проводим его, реализуем его по всей стране. Мы сначала начали очно встречаться, но вот в период пандемии стали дистанционно встречаться. То есть это проект, который посвящен педагогическому наследию Виталия Александровича. И каждый год ученики, ученики учеников собираются в день рождения Виталия Александровича 5 сентября на такую конференцию «Педагогическое образование. Вызовы 21 века». Это придумал Виталий Александрович название этой конференции. И вот уже 12 конференций мы провели. По итогам каждой конференции выпущены сборники, монографии. Вот одну из монографий я принесла, «Педагогическое наследие» Сластёнина. Каждый год мы обобщаем результаты исследований учеников и научной школы Виталия Александровича. И вот в этих сборниках монографии размещаем. Поэтому я думаю, что дело Виталия Александровича будет жить вечно. Хотелось бы в заключение пожелать и вам лично, как ученице Виталия Александровича, и вашему факультету, кафедрами у истоков, которые стоял Виталий Александрович, бережно сохранять его наследие, сохранять школу Виталия Александровича и развивать его, конечно же, дальше идти. Дальше, я думаю, что он там оттуда свысока наблюдает и был бы рад, чтобы свеча наша не угасла. Да, спасибо большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова